В маленькой комнате московской однушки с трудом размещаются штативы, софиты и отражатели. Здесь же гримерные и костюмерные. Все как в профессиональной фотостудии. Только фотограф необычный. Маржане Садыковой, 13. В июне 2011-го у девочки обнаружили рак. После полутора лет борьбы и интенсивного лечения стало ясно, что болезнь сильнее. Тогда Маржана и познакомилась с координаторами фонда помощи хосписом «Вера». Узнав об увлечении Маржанной фотографией, они собрали деньги и купили для нее профессиональный фотоаппарат. А затем предложили сделать выставку работ. Покупили фотоаппарат и очень захотелось поблагодарить людей, которые скидывались на эту камеру. А как их поблагодарить было непонятно. Мы Маржане сказали, что может быть этих людей порадовали бы ее фотографией. Может быть, она поснимает на новую камеру и сделала выставку в благодарность людям, которые помогли с камерой. Что обычно, когда человек болеет, то он настолько задавливает всякие физические недомогания, боль, слабость, что уже ничего не хочется. А Маржана каким-то невероятным способом, превозмогая все это, живет какой-то полной, полноценной жизнью творческой. И таких людей больше не встречала. Вообще, вначале, когда Либа предложила выставку, мне показалось, что это будет так тяжело, потому что она ведь не очень тяжелая. И я подумала, ну как она это потянет? Вообще невозможно. Она сказала, о, почему бы и нет, хорошо. Ну, так как-то я прям увидела, что в ней реально стала большая энергия от того, что она думала об этой выставке. Ну, это действительно того стоило. Лень, когда нет хорошей цели. У меня бывали моменты, когда я хотела просто все бросить и лечь отдохнуть, но я вспоминала, ради чего я это делаю, и это было важнее, чем комфорт. Зато сейчас я могу просто быть счастливой, осознавая, что добилась своего. Мне очень хочется поделиться с вами тем, что я поняла за время болезни. Человек способен на совершенно невероятные вещи, если верит в свою мечту. Нужно просто начать идти. Возможности, единомышленники, все появится, помощь придет. Я думаю, такое может случиться с каждым, не только со мной. Анализируя все, что произошло, я понимаю, что опыт и знания, которые я получила, возможно, превышают ценность этой жизни. Не с точки зрения этого тела. Но вообще, подумайте, мы живем не один раз, и с каждым воплощением есть шанс стать чуть ближе к Богу. Поэтому просто используйте свои возможности по максимуму. Действуйте, полагаясь на любовь. Будьте этичны и будьте счастливы. Это лучшее, что мы с вами можем сделать с вами. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Игорь Негода.